СПОРТ-24 Потому что сегодняшний наш эфир, он немножко отличается от всех остальных. Это в определенном смысле премьера для нашей студии. И сегодня у меня в гостях люди, которые мне, с одной стороны, одинаково дороги, а с другой стороны, еще и сейчас озарят своим светом женской красоты эту замечательную студию. У нас сегодня мама и дочь в студии. И, наверное, тут мы сейчас так по старшеству будем, да? Алла Гурбан-Бердеева, мой близкий друг, режиссер, замечательный телережиссер, с которым мы долгие годы работали на НТВ+, а сейчас режиссер телеканала Матч ТВ. Но в данном случае она здесь, потому что она мама чемпионки Европы по синхронному плаванию Майи Гурбан-Бердеевой, которая тоже в нашей студии. Майя, я очень рад вас видеть. Спасибо вам большое, Алла и Майя, что вы к нам пришли вдвоем. Потому что сейчас впервые у нас есть возможность поговорить о том, как становятся большими спортсменами не просто «меня мама привела», а вот она, мама, собственно говоря, и сидит. Так что вам большой привет, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что пригласили. Так, теперь все, пафос убираем. Все, он на этом закончился. Но перед этим, Майя, я знаю, что... Можно я на ты, да? Да, конечно. Я знаю, что медаль с собой, и мы сейчас ее покажем, потому что она фантастически красивая, помимо того, что она фантастически тяжелая и золотая. Она треугольная. Да, она очень необычные формы. На самом деле, в последнее время, в целом, на соревнованиях делают достаточно необычные формы медали. Ну, вот это она... Дизайнеры изгаляются, как хотят просто, да. Ну, да, но тема интереснее, не всегда же быть круглыми. Да, я согласен, иногда надо быть треугольными. Я, кстати, совершенно с этим согласен. А, первый вопрос. Он, в общем, на самом деле, с одной стороны банальный, с другой стороны, он совершенно не банальный, потому что... Вот мы с тобой перед эфиром на эту тему разговаривали, и я знаю точно, когда я спросил, я говорю, Алла, вот это так стремительно произошло для всех. Вот ты периодически выкладывала успехи дочери в фотографиях на Фейсбуке, и потом бабах, золото, чемпионат Европы. Да я же с ней работал, и я понимаю, что... Я работал... А? Я работал с этим человеком. Я знать не знал о том, что у нее такая фантастически талантливая дочь, на что Алла так немножечко посуровила, так помрачнела и сказала, я сейчас все расскажу. Это не вдруг. Как? Начнем с того, что Майя пошла, собственно, по стопам сестры старшей, у меня старшая дочь тоже синхронистка, чемпионка России, мастер спорта. Возили одну в бассейн, потом, думаю... Младше было не с кем оставить? Ну, в общем, да. Да даже не столько не с кем оставить. Я параллельно тоже занималась, параллельно с Кариной занималась в том же олимпийском акваэробикой. Думаю, ну какая разница? Это вот когда стоят люди в воде и делают... Совершенно верно. Да. Да. Но я делала по спортсменам. Да-да-да. Которые вечно мешают плавать. Да. Примерно. Вот. Думаю, ну какая разница? Я сама езжу, Карину вожу. Ну, буду и эту возить уже. Тем более она была гиперактивная в детстве. А что сказала Эта, когда ее взяли с собой? Эта ничего не сказала, ее не спрашивали. Ее просто... Меня кинули в воду. Серьезно? Прям вот... И даже мысли не было, что старшая сестра... Нет. Ну, три года, Саша. Ну, мне было три года. А, понятно. Три года было ребенку. Не хочу, сказала Эта. Нет, не сопротивлялась особо. Причем потом, когда... Вернее так, первый год она училась чисто плавать, нырять за камушками, лежать на дне звездой. Вот. И да, да, да. Ну, так надо. Да, да, да. Вот. Как отдышать? Ну, не бояться воды, нырять и так далее. Вот. И через год, уже там... Ну, да, в четыре года непосредственно в синхронное плавание. Причем таких маленьких не брали. А Карина на тот момент тренировалась у... Ну, тренировала группу с тренером Анной Евгеньевной Непотачевой, которая потом уехала в Австралию, была главным тренером австралийской сборной. Вот. И она подошла к ней и говорит, Анна Евгеньевна, возьмите вот это вот создание. Вот это вот создание такое, да, да. Возьмите, пожалуйста. Ну, в общем, та пошла навстречу и взяла вот эту вот малышку такую. Майя, с какого времени ты сама начала помнить, что с тобой происходит в бассейне? А я с трех лет, как раз таки, да. Мы недавно с мамой вспоминали. И я помню свою первую тренировку, как меня мама привела в этот лягушатник. Я не хотела туда идти. Ну, как-то, я не знаю. Ну, в общем, плакать я начала. Со второй тренировки все пошло как по накатке. Перебивать можно. Все хорошо. На самом деле, она не то, что не хотела идти, она не хотела от меня. И мне пришлось пожертвовать своей тренировкой в акваэробике и вот просто залезть с ней в лягушатник. Так. Вот. И в целом я помню, как мы уже из лягушатника перебрались во взрослый бассейн. И мама тоже. Нет, тогда я уже была одна. Вот. А потом... Да, и когда... А потом я выступил на чемпионате Европы, да? Нет, нет. Почему? Я помню свои первые соревнования, которые проходили в спорткомплексе Олимпийский, в котором я тренировалась все это время. Сейчас, минуточку. Сейчас, секунду. Сейчас разрыв повествования начинается. То, что потом соревнования, это понятно, но перед этим вот то, что всегда остается за кадром. Каторжная работа. Не-не-не. Соревнования в четыре года уже. А, это в четыре года. В четыре половины уже были соревнования. В спорткомплексе Олимпийский. В Олимпийский, но тогда еще проводили первенство Москвы еще в Олимпийском. Сейчас уже там... Среди четырехлетних. Она... Нет, там разные возраста. Там же вилка идет, допустим, там 2001-й. Ну, к примеру, там 99-й, 2001-й. И вот три года соревнуются. Она была единственная в своем годе. Конечно, она заняла первое место. Я знала первое место. Еще у меня осталась та игрушка, которую мне подарили. Я не помню, там давали медали или не давали. Нет, так, медали не давали. Но там дали игрушку, которая у меня до сих пор хранится. Что это игрушка? Мишка-снеговик. А, так, отлично. Ну, это все, ну, это самое главное. Первая награда. Так. Вот. Что было потом? Для меня всегда, как для человека, который пытается препарировать что-то такое, интересен вот вопрос, как, в какой момент происходит переход из состояния обычного ребенка, девочки, мальчика, который просто ходит заниматься каким-то видом спорта, и вдруг в какой-то момент вот рубильник какой-то, Господь Бог, переключает вместе с мамой, и не только с мамой иногда, но и с папой, и другими родственниками, и ты понимаешь, что дальше растет профессиональный спортсмен. Я думаю, что у меня это произошло, мне было, наверное, лет 10-11. Я тогда в первый раз выступила на первенстве России, меня выставили на год раньше, то есть я не должна была еще тогда выступать, но так как я у своего тренера была единственная девочка по возрасту, которая подходила к девочке 97-го года, ну, чтобы встать в дуэт, и нам нужно было выступить. Вот. Поэтому меня выставили на год раньше, и тогда я увидела девчонок, которые попадают на Common Cup, то есть это чемпионат мира неофициально для юношей. Это, по-моему, 13-15 лет. Вот. И тогда я уже начала вообще понимать, что к чему, и какой уровень вообще, ну, там, дальнейших соревнований. Нет? Не страшно было? Страшно. Я очень... Ты имеешь в виду дуэт с Региной? Нет? Да, да. А ты помнишь, Жукова тебя выставила на русскую матрешку, по-моему, ты в 8 лет. Это было еще раньше. Это тебе было... А, ну, это, да, русская матрешка, по-моему, это тоже в Чехове. Международный такой... Да, да, турнир. Международный старт, международный турнир, но он такой не особо. И ты тоже выступала с девочками, которые там гораздо старше... Это понятно, но девочки, что в 8, что в 10 лет, все-таки еще море по колено, что называется, все равно, в любом случае, потому что все впереди. А маме не было страшно? То есть я понимаю, что есть старшая сестра, но тем не менее, когда ты понимаешь, что дальше происходит переход в профессиональный спорт, а ведь это рискованная история, она никогда не гарантирует результата никакого. Тем более в синхронном плавне, где у нас гиперуспехи и гиперконкуренция еще при этом. Ты знаешь, Саш, я... Да простит меня мой муж, который всегда говорит, ну, кому-то, да, что... Ну, мы отдали детей для того, чтобы они научились плавать. Да-да-да, все так говорят. Ну, все так. Старшую, да. Старшая, собственно, занималась там 4 года фигурным катанием, которое у нее совершенно не пошло. И потом я в один момент просто решила, вот так вот решила. Отдали ее в синхронное плавание, у нее там тоже все сразу пошло. Извините, конечно, но я из Майи растила чемпионку изначально. Ага. То есть я целенаправленно к этому шла. Я шла. Потом уже ко мне присоединилась Майя. Да, когда поняла, что от мамы не отвязаться. Да, да. То есть там... А я не отвязывалась. Выбор... Меня мама никогда не заставляла. Я ее не заставляла. Я очень много с ней говорила. Очень много. Мы постоянно говорили с ней в машине, дома. Я ее... Я ее не заставляла. Я ее пыталась убедить. Убедить в чем? Вот это самое главное. Ты понимаешь, вот... Ну, так как я сама бывшая цирковая, я привыкла... Цирковые своих не бросают. Нет, да. Я привыкла... Да и муж у меня цирковой. У нас такая, знаешь, семья цирковая, водоплавающая, водопрыгающая. Поскольку внучки теперь прыгают в воду. Зять прыгун в воду, внучки прыгают. Потрясающе. Я сама все время была в движении, в физкультуре, как говорится, в спорте. И продолжаешь мне оставаться. Собственно, да. Меня даже в свое время приглашали в школу легкую атлетику, потому что у меня были вот такие неофициальные. Да, да. Хорошие данные. Вот. И мы всегда хотели с мужем, чтобы дети наши занимались спортом и были спортсменами. А, вот. Да. Но вот когда ты сказала сейчас, что ты разговаривала с Майей для того, чтобы ее убедить, в чем нужно было убедить? Где камень преткновения? Это ведь разговор, он очень важен с философской точки зрения для того, что вот нас смотрят же не только совсем молодые люди, но и те люди, у которых есть свои дети, которые сами себя может быть кто-то. Я сразу вспоминаю историю Андрея Гасси, такой маленький офф-топ, как сейчас модно говорить. Он же шестой ребенок в семье. И предыдущих пятерых папа целенаправленно делал звездами. Только ничего не получилось. Получилось, с шестого раза стала суперзвезда мирового тенниса. Но и предыдущих пятерых он отдавал в теннис и без отдачи. То есть, ну, они, наверное, там, не знаю, здоровье, все такое, все дела. Но при всем при этом с шестого раза получилась мегазвезда, причем еще и не только в теннисе, но еще и с медиа точки зрения. Как, что, ну, вот у тебя уже как бы с высоты успеха, что, в чем убеждать? В том, что тебе это надо, в том, что ты сможешь. Да, в том, что ты сможешь. Потому что я видела ее успехи в том, что это необходимо для ее будущего, для ее самооценки. Ну, в принципе, мы хотели, чтобы она была успешной спортсменкой. Ну, понятно. Хорошо, тогда тот же вопрос, Майя, тебе вот. Возникали же наверняка по ходу карьеры, еще до того, как начались серьезные спортивные успехи, какие-то сомнения в том, что оно получится? Или даже не возникали? Вообще никаких сомнений у меня не было. Меня как будто вот кинули в воду, и я там вот ожила. Я как будто родилась в воде, и вот это вот у меня такая вот жизнь идет, идет, идет. И нет, сомнений совершенно никаких не было. Сомнений в результате, я имею в виду. Я понимаю, сомнений и уверенности тоже не было. Я просто не думала о результате. Я просто делала свое дело. Вот. Вот, наверное, в чем ключ-то, да? То есть не на результат ориентировать, а на образ жизни. Ну, да, наверное. А внутри тебя, естественно? Результаты, они были, ну, как бы сами по себе не то, чтобы, да, мне там везло постоянно. Я работала, я работала, я старалась. На самом деле у нее. Но просто я не думала ни о результате, и о том, что у меня как бы не получится, я тоже не думала. А мама думала? Мама, мама... Что значит вопреки? У нее, на самом деле, очень сложная судьба в спорте. Вот, потому что она всех результатов добивалась действительно вопреки. Было очень много препон. Было много... Какого рода? Если это не секрет, конечно? Человеческих. Поскольку, сам понимаешь, конкуренция колоссальная. Естественно, ну, мы сейчас не будем там ни фамилий, ни подробностей, да. Но ставили палки в колеса. Какого рода палки в колеса? Не ставили в состав? Не ставили в что? Ну, там такая система отбора, скажем так, да. То есть, если ты попадаешь во взрослую сборную, там, в принципе, уже ты, ну, как бы, считается, что ты застолбил за собой место, да. Там, там, редко тебя оттуда исключают, скажем так. Это уже элита. Да, ты там сам уходишь. А до старшей сборной в каждый год нужно отбираться. И отбор проходит, ну, в общем, довольно жестокий. Жестокий, я бы сказала, да. Вот об этом интересно узнать. Это то, что остается за кадром. Что значит жестокий отбор? Что это? Это просто... Да. Это не то, чтобы жестокий, нет. Просто ряд определенных, ну, требований нужно выполнить. Там, этот отбор, он длится два дня. Каких требований? Ну, различные упражнения, которые нужно выполнить. Ну, ты просто вот объясни, как... Какие упражнения? Систему, систему... Я хочу понять, я почему так дотошно спрашиваю? Потому что я хочу понять, через что проходит профессиональный спортсмен с точки зрения нагрузок, психологических, эмоциональных, физических, до того момента, пока он становится звездой, звездой в самом хорошем смысле этого слова, когда он добивается результата, становится чемпионом, он смотрит вниз. Вот у нас в эфире совсем недавно был Антон Чубков, да, чемпион Европы, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр. Было огромное количество выдающихся спортсменов разных лет. Они смотрят на все это сверху вниз, и им кажется, что ничего сверхъестественного они не делали. Ну да, работали, много работали, но я не видел еще ни одного, кто бы сказал, ой, это был ад, вот то, через что я прошел. Но я-то понимаю со стороны, когда ты глядишь на эти нагрузки психологические, эмоциональные, физические, насколько это тяжело. Вот поэтому я и спрашиваю, чтобы люди понимали, что такое профессиональный спорт. Что был за отбор? Что надо было делать? Ну, изначально, значит, у нас было первенство России. Это тот момент, с которого начинается отбор. Помимо произвольных программ, которые мы делаем под музыку, у нас еще была обязательная программа. То есть это четыре фигуры, которые мы делаем по одной, перед четырьмя бригадами судей. И без музыки, без всего, там, без всякого счета. По одной? Да, по одной. А сколько всего человек? По одной. Человек 200 за 200. Мама дорогая. Да. Нет, ну это, вот если в Коммон отбираться юноши, то там 300 человек, ну, около 300, бывало даже больше. Когда в юниор отбираешься, там, ну, около 200 человек. Ну, бывает, там 220, 280. 200 человек, а сколько отбирают в итоге? 18 сначала. Это отбор на первенстве России. Как раз таки, вот первые 18, они попадают на дальнейший отбор. Дальше идет... Тут мама первый раз, наверное, выпила несколько таблеток валидола. Штук 100. Ну... Так. Вот. Дальше идет норматив рост взвешивания. Но это уже попозже ввели, это ввели в 16-м году. До этого такого не было. И плавательные... Плавательный норматив. Норматив, опять же, по вот этим фигурам, которые мы делали на первенстве России, опять, чтобы из 18 человек еще отобрать, по-моему, там дальше идет... Нет, ну, двенадцать-то в итоге отбирается, но там же еще после первого дня отсеивается еще сколько-то. Ну, я не помню, это в целом... Да, не так... Это неважно. Это неважно. И спецподготовка, то есть это наши специальные проплывы, ну, спецпроплыв синхронного плавания. То есть, я не знаю, вот типичное, что все знают, наверное, балетная нога. Конечно, все это знают. Нет, ну, обычно просто все на море, когда ногу поднимают, наверное, не все знают, как это называется, но это балетная нога называется. Одна нога вверх, другая вверх. Ну, и ряд там различных упражнений, там, я не знаю, пройти 25 метров с руками наверху, ну, всякое... О, вот это я делал, когда водным полом занимался. Вот, вот, да. И так, плавательная подготовка сказала, и подготовка в зале. То есть это общая физическая подготовка, ОФП, разные... Нормативы, опять же, да, всякие разные. Да-да-да, нормативы на растяжку. И в конечном итоге 200 человек остается... 12. 12. Эти 12 попадают в сборную. Да. Непосредственно. Да, юноши или юниоры. Ясно. Я сейчас даже не буду говорить, насколько это сложно, потому что понятно, что эти 200, каждый обладает амбициями, такими же, как у вас. И тут без мамы, с папой вообще невозможно. Да. Как мне кажется. Да, наверное, потому что, ну, я... Не знаю, мне кажется, что семья — это вот самый тот вот тыл, который тебя должен там опекать, оберегать, защищать, помогать, поддерживать. Ну, без этого действительно никуда... Ругать? Нет. Вот, я специально спрашиваю, да. Нет. Мы никогда... Да, кстати, никогда меня не ругали. За результат. Какой бы результат у меня ни был, меня ни разу не накричали, не отругали, ничего. Просто ты понимаешь, какая действительно тут конкуренция, и какой... Ну, здесь у меня даже мысли в голове не было ругать. Это очень важно, потому что зачастую родители переигрывают, да, и говорят о том, что родители пытаются воплотить свои амбиции в детях и передавливают ребенка автоматически. А потом в какой-то момент времени ему становится просто тяжело, неинтересно, он теряет мотивацию. Тут надо тоже соблюдать грань, потому что, ну, вот, например, моя мама, мы с ней тоже это обсуждали, она в какой-то мере тоже воплощала свои амбиции во мне, да, потому что она достаточно рано закончила выступать в цирке, а это тоже была ее жизнь, она с самого раннего детства была в Манеже, и рано с этим закончила, но просто нам так... Еще и с легкой атлетикой меня мама не отпустила из циркового училища, она не разрешила мне просто уйти. Не отпустила? Не отпустила, да. Ну, я хотела перейти действительно в легкую атлетику, она мне не разрешила. Ну, вот, вот, но как бы у нас так с мамой совпало то, что у нас амбиции с ней одинаковые, и, ну, мама очень мудрый человек, и она действительно, она не перегибает палку, она все это очень грамотно как-то со мной разговаривает и не выплескивает это в каких-то вот... Как сказать? Ну, вот, как и говорили, то, что за результат действительно как-то ругать, кричать, ну, в общем... Я же знаю, что ты Водолея, Водолея вообще передавливать нельзя, как известно, да? Он сразу взбесится и убежит. Это точно, это есть. Это факт. То есть, если и был какой-то, да, так сказать, оттенок, ну, так, в трех кавычках скандальность, это скорее с твоей стороны, да, а не со стороны мамы. Скорее ты, наверное... Мама, не хочу, все, мама... Вот, как-то так. Не хочу, тоже никогда не слышала. А, понятно, нет? Никогда не слышала. Несколько раз, очень осторожно, видя эти сумасшедшие нагрузки, усталость и иногда... Ну, не апатию, а... Ну, апатию, наверное, да. Ну, которая в связи, да, с усталостью, наверное, возникает. Так очень осторожно говорила... Может быть, закончим? Да. Говорила, признаюсь. То есть, были такие моменты? Но при этом, конечно, я понимала, вот, что... Какой ответ за этим последует. Ну, так я на всякий случай скажу. Это не я говорила. Я... Нет, я говорила. Я говорила. Вот, может быть, закончим. Давай, может быть, закончим, потому что я вижу, что тяжело, что... Ну, вот, если честно, у меня было... То есть, это такое на слабо? Да. Да. Был момент, когда я подумала, один раз, наверное, наверно, ну, навряд ли мы пробьемся во взрослую сборную. Это было такое. Был, был, был. Когда начались... У нее был... Почему я сказала, что... Вопреки, потому что у нас такая, знаешь, с моей традицией, вернее, у нее такая традиция, когда она выходит на старт, она, как правило, либо адски больна, там, либо это простуда сумасшедшая, либо это отравление. То есть, она поехала на свой такой большой, серьезный первый старт в Пензу, на Спартакиаду. Она при этом отравилась и из-под капельницы практически пошла на старт. Ничего себе. И после этого... Ну, да. Выиграла, привезла два золота. И тем не менее, да. А потом, значит, у нее Коман Кап был, да, следующий этап. Да, да. Она выходила туда с температурой сорок... И пять. Сорок и пять. Сорок и пять. Сорок и пять. Причем ее хотели отстранить от старта. Потому что вода накрывалась. Да. Ну, да. Ну, ничего, что я рассказываю, а не она, потому что... Я просто жду, пока она подключится. Нет, ну, пока мама рассказывает. Пока мама рассказывает, я все это переживаю вторично. Да, да, да. Я не знаю, что она сейчас скажет. Ну, да, ну, было такое. Ну, для нее это нормально, потому что я говорю, что она на каждый старт практически вот так вот выходила с какой-то вот проблемой такой, да? Ее, в принципе, знают как проблематичную девочку, такую спортсменку. О, Гурман Бердиева, ну все, сейчас что-то будет. Вот. На этот Коман Кап, значит, они все отказались брать на себя ответственность. Доктор, там, тренер и так далее, и так далее. И все хотели ее отстранить. Ну, значит, это вообще опасно, это рискованно. Вот. Главный тренер Наталья Анатольевна, главный тренер юниорской сборной Наталья Анатольевна Мендогалеева сказала, что я беру на себя ответственность. И после, значит... Жесткая женщина, наверное. Она просто верила в нас. И она знает, на что я моя способна. Через не могу. Тогда давайте... Да, я прошу прощения, что я прибиваю, просто я хочу, конечно, перейти сейчас к самому интересному. Поскольку мы сейчас говорим не просто о чемпионате Европы и не просто о синхронном плавании, а о смешанном синхронном плавании. Да? Мы сейчас говорим об новом виде синхронного плавания, который, безусловно, один из самых ярких, безусловно, для многих, ну, давайте говорить честно, один из самых спорных и для многих один из самых, ну, скажем так... Экзотичных. Экзотичных. Экзотичных, но с другой стороны, если существует, и это, кстати, на мой взгляд, очень интересный аргумент, если существует парное фигурное катание, то почему не существует парного синхронного плавания, да? Поэтому с этой точки зрения тут как раз все логично и естественно. Но мне интересно, как эта идея возникла, как ты в эту идею пришла и как, собственно, происходил, ну, скажем так, вот этот переход. Потому что это ведь новая история совсем. Она такая, ну, скажем так, не очень типичная даже. Ну, да, был, точнее, есть синхронист американский Билл Мэй. Да, распиаренная фигура. Он не раз приезжал к нам в Россию выступать на шоу олимпийских чемпионов. Вот. Тогда, в принципе, уже начали о нем узнавать. И вот, ну, вот в 15-м году ввели смешанные пары, смешанные дуэты. Тогда вернулись наши легенды синхронного плавания. Это Джема Менгуаль, это Вирджиния Дидьё. И тогда, кстати, на мое удивление, приехало достаточно много пар из разных стран. Там и Украина, Турция, Канада. Тогда была первая мысль о том, что вот когда возникла та мысль, что можно попробовать, что может быть и нужно попробовать. Я даже представить себе не могла, что я могу встать в микс-дуэт. Поэтому, ну, как бы у меня даже мыслей таких не было. Я привыкла, ну, вот я работаю в группе, да. Я привыкла, мне комфортно говорить о микс-дуэте, о дуэте, а вообще даже о микс-дуэте, я как-то даже не позволяла. Я думаю, что мама тоже не думала. Ну, как-то вот просто таких мыслей. Ну, просто вот это возник, этот дуэт, да, это дисциплина, скажем так, в синхронном плавании. Но, ну, буквально мы, вот год назад-то, наверное, да, с тобой как-то уже так вот думали, ну, рассматривали, а вдруг... Не то, чтобы рассматривали, покровка, не мы, конечно. А мы просто вот подумывали, а вот вдруг, а хорошо бы, наверное, потому что это, ну, все-таки такая новая дисциплина, интересная, здесь есть возможности. Ну, вот просто как, я не знаю, как гипотетически чисто вот так вот рассуждали. И как же появился Александр Мальцев? Ну, он-то появился давно. Он-то появился давно? Нет, я имею в виду, как появился, как часть дуэта. Часть дуэта он появился еще... Появилась часть дуэта Амайя. Часть дуэта это я, да. Я говорю, ну, хорошо, Уэл, я-то сейчас разговариваю. Саша к нам придет еще в студию. Я имею в виду, как, как хорошо, как ты появилась в... В экс-дуэте. Да. Как в этом дуэте появилась ты и каким образом, как бы, тут же очень сложная химия в любом случае, совсем другая. Мальчик-девочка и девочка-девочка это совсем разные истории. Поэтому требуется, ну, в любом случае требуется какое-то, извините за слово, взаимопонимание, да, между партнерами. Потому что иначе пара существовать не может. Нет, ну, конечно. И в любой дисциплине у нас нужно взаимопонимание. Как это произошло? Сейчас, да. Как вы познакомились? Познакомились? Да мы... В целом-то мы давно друг о друге знали, просто лично не общались, потому что он, когда приехал, переехал из Питера, он тренировался у Максима Марии Николаевны в Олимпийском. Вот, я тренировалась, у Татьяны Юрьевны Апанасенко, и мы так вот по разным сторонам бортиков, ну, просто я... Плавли-плавли, потом вот так встретились, а не встать ли нам в дуэт? Да? Ну, нет, не так. И был отбор в группу Татьяны Николаевны в октябре месяце... В 17-м. Да, 17-го года. Я отбор этот не прошла. И далее следовал отбор в микс-дуэт. Ну, я, в принципе, не знала то, что он будет, да. Просто моему тренеру позвонили и сообщили, что меня приглашают на этот отбор. Так. Вот. Была я и еще три девочки, которые также вышли со мной из юниоров. Мы выступали вот в Белграде на первенстве Европы вместе. И, в общем, мы отбирались. И Галладина Максимова и Татьяна Николаевна Покровская приняли решение, что... Ну, и Саша тоже, конечно. А, да. Ну, и Саша, конечно, что... Здесь, так, ну, если так честно, что называется, для Саши подбирали партнершу. Ведь у него же было несколько других партнерш, насколько я помню, да? До Мэй. Ну, конечно, для Саши. Он разный. То есть тут как бы он в вашем дуэте он лидер. Можно так сказать? Или это неправильно? Постановка вопроса. Лидер с точки зрения, ну, я имею в виду, ну, просто сценарный, драматургический. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Сложно сказать, потому что у нас достаточно сильные характеры с ним, поэтому... По-другому бы быть не может. Ну, лидерские качества присутствуют, как и у него, и у меня. И поэтому... Ну, скажем так, мы отвечаем немножко за разные... Какого-то... Составляющие. Составляющие, да, дуэта. Он отвечает больше за какую-то техническую составляющую, потому что он мне помогает, как сделать там тот или иной элемент, как правильно поставить руки, как правильно там сделать тот жест или иной жест. Ну, в общем, как-то так. А я больше, наверное, за эмоциональную составляющую. Вот. То есть он в... То есть нормальное распределение ролей между мужчиной и женщиной на самом-то деле, если разобраться. То есть мужчина в этой ситуации выступает в роли некоего стержня, да, а женщина отвечает за эмоциональную сторону. Хотя это, ну, на самом деле, бывает по-разному, конечно, да, но вот в вашем случае это именно... То есть как в классическом танце. Любом танце, да, когда партнер — это ведущий, а партнерша — это эмоция. Она ведомая, но он ее ведет. Так можно сказать? Так и существует парное смешанное синхронное плавание? Честно, сложно сказать. Это смотря... В вашем случае, в вашем случае. Смотря от ситуации. Не знаю. Ну, бывает, допустим, у меня такой эмоциональный подъем, и я начинаю там рвать и как паровоз там Сашу тащить. А бывает наоборот. То есть по-разному. Мы стараемся не перетягивать там одеяло на себя и друг другу помогать, друг другу помогать, поддерживать во всем. И поэтому, если там Саша в этот день у него там хорошее настроение, боевой настрой, и поэтому вот он меня тянет, тянет, тянет наверх работать, работать, пахать. Не было ощущения в этом переходе от классического, назовем так, синхронного плавания в смешанный дуэт, что в этой ситуации скажем так, это ведь опять определенного рода риск. Тем более, это ведь риск с разных точек зрения. Во-первых, любой партнер, а тут еще и мужчина, это вопрос психологической совместимости, может получиться, может нет. У него были другие партнерши, теперь ты, а вдруг не получится, а вдруг не пойдет, и так далее. Вот не было этих сомнений? У меня? Ну, у вас обоих, обеих, точнее говоря, в этой ситуации? У меня ни разу вообще не было. Нет, у меня было определенное какое-то волнение, потому что я не знала, для меня это было, ну, понятное дело, что в новинку я привыкла работать в девичьем коллективе, и поэтому вот я не знала, найду ли я с ним общий язык, не найду. Но так получилось, повезло то, что мы вот с самого первого дня знакомства действительно нашли общий язык, и у меня вот совершенно не было никакой притирки, привыкания. Вот как встали, так и все пошло-поехало абсолютно вот сразу. Да, сложность. Я хотел спросить про сложность. Сложность мужская. Ты знаешь, нет, мне вот просто у Майи есть очень хорошая черта, я считаю. Она всегда любит, ну, если какие-то там недопонимания или что-то такое вот, да. Говорить прямо. Она будет выяснять отношения. Она должна обговорить вот эту какую-то там ситуацию, неважно, это там может быть партнер или подруга, с которой, ну, всякое бывает. Ну, это ведь разные вещи, мы же понимаем, Алла, да? Одно дело с подружкой, да, с девушкой. Нет, ну, подруга, допустим, ну, а какие у нее подруги? У нее подруги в бассейне все. Понятно, тем не менее. Тут без вариантов. Да, поэтому Майя всегда ищет вот какие-то, ну, не точки соприкосновения, а какие-то возможности выяснить все до конца, чтобы не было вот там, знаешь, за спиной там фиги, как говорится. Я вам сейчас задам. Поэтому, мне кажется, что даже если там у нее есть какие-то, ну, она не всегда там, у нее силы, скажем так, есть, да, вот посвящать вот очень тонко, но мне кажется, даже если у них есть какие-то, ну, грубо говоря, терки, они выясняют их все равно, обговаривают. Я сейчас задам такой, на самом деле, с одной стороны, завершающий вопрос, после этого мы еще о планах немножко поговорим на будущее, да, тем более, что сезон закончен, и можно отдыхать. Когда речь идет о плавании, синхронном плавании женском, это история про мужчин. Этот вид спорта, очевидно, один из самых сексуальных видов спорта, какие только есть на белом свете. Это правда. Мужчины его очень любят, потому что это красиво, это эстетично, это сексуально, это здорово смотрится. Когда речь идет о смешанном дуэте, то это совсем такая уже прям вот классическая история. Но тем не менее, ну, скажем так, как для меня просто с психологической точки зрения интересно, как сосуществует между собой мальчик с девочкой в этой ситуации, внутри вот этого дуэта. То есть это же другой характер отношений. Это все равно мужчина и женщина. Это совершенно другая история. Но одно дело, когда... Это все равно, что я буду играть в футбол с девочками. Это другая совсем история. Как вы ладите между собой, как вы общаетесь. Вот это, наверное, самое главное. Как вы относитесь друг к другу? Это работа? Или внутри этой работы заложена все равно некая вот инь и янь, скажем так? Потому что без этого, мне кажется, парные виды спорта существовать не могут. Ну, понятное дело, что мы с Сашей две личности, абсолютно разные и противоположные. Но мы... То есть, проще говоря, я так поставлю просто. Ты его воспринимаешь как мужчину, а он тебя как женщину. Ну, конечно. А так, ну, почему? Это может быть... Я сейчас объясню, в каком смысле. Это может быть работа, а это может быть, ну, как в театре. Там, Ромео и Джульетта. Условно, актеры, играющие. Они не просто работают, они воспринимают друг друга как представителя противоположного пола. Нет, ну, понятное дело, конечно, мы воспринимаем друг друга, я его как мужчина, он не как женщина. Общаемся мы вот... Мы действительно вот как брат с сестрой. Мы делимся абсолютно всем. Вот. Мы разговариваем обо всем, мы смеемся постоянно, то есть, действительно... Подкалываем. Да, подкалываем друг друга. У нас такие теплые, очень легкие отношения. Братские. Да, вот прям братские. Все понятно. Братские отношения, поэтому работа строится очень комфортно, и когда есть хорошие отношения, тогда и все в горы пойдет. Дальше у нас у вас отдых. Да, я, кстати, вот меня требует просто моя редактор, чтобы ты еще раз показала медаль в камеру. Да. Пока мы будем все любоваться твоей медалью, дальше отдых. Дальше вы можете отдыхать, да, в этом сезоне. Сезон закончился. А что будет дальше? Какие планы дальше? Дальше у нас постановка новой программы произвольной и корректировка нашей технической программы, потому что, так как у нас была казусная ситуация... Вот я говорю просто, что Майя же, у нее не бывает все просто так. А, после... Она еще ведь послед... Нет, предпоследний год в юниорской сборной она же повредила себе плечо так, так, чтобы пришлось сделать операцию. Вот, то есть... Ну, в общем... Без этого никогда не обходится. Вот, все как полагается. Ну, и продолжение традиции. Я знала, что что-то будет на вот этом чемпионате Европы. Меньше чем за час до выхода на помост им сказали, что у них их техническая программа не соответствует регламенту, правилам. Как это? И они за полчаса поменяли полпрограммы. Ну, вот, это мая. Просто... Так как смешанный дуэт это довольно новая дисциплина, поэтому... Ну, а правила, они должны... Ну, короче, дисциплина, это должна оцениваться ну, по-другому, нежели там девичий дуэт, женский. Вот, поэтому сейчас ведутся корректировки в правилах для смешанных дуэтов, но они настолько неточные, что ты не понимаешь... А что вы не так сделали? У нас было пять поддержек, а должна была быть одна. Ах, вот она как! Да. И вот за каждую, вместо того, чтобы прибавить, им бы сняли баллы. Нам бы сняли. То есть в правилах написано, что обязательно должна быть одна поддержка, но не написано ограничение. А, вот оно что. То есть если бы было написано... Мы просто не знали, что она должна быть именно одна, а не там ни две, ни три, ни четыре. Да, одну мы поставили, но потом еще четыре поставили. Ясно. Вот, и поэтому нам пришлось менять поддержки. За полчаса до выхода на помощь. Оставшиеся, да. Ну, проверка над прочность. Вот об этом я, кстати, и говорил, когда... Это можно только, когда взаимопонимание между партнерами на таком уровне находится. Да, ну, мы очень сплотились вместе с тренером, с партнером. Мы были действительно таким одним большим кулаком и пошли, так сказать, на таран. Мы сплотились, быстренько все решили, отработали, запомнили. Не запаниковали. Да, не запаниковали. Собрались наоборот. Тренер нас поддержал, она в нас верила. За полчаса? Да. А, да. Почему я еще, я говорю, я ведь ее очень чувствую сильно. А когда я работала на этой трансляции, я была в аппаратной, я с ума сходила, я не могла, значит, там у меня все падало из рук. Я нервничала, потому что я чувствовала, что-то должно... Либо что-то происходит, либо что-то должно произойти. Я это чувствовала. Поэтому я металась, как, знаешь... Загранный зверь. Да, да, тигр в клетке. И когда я услышала, что Татьяна Николаевна, она комментировала вместе с губернием, она пропала куда-то. И я понимаю, что-то такое вот происходит, что именно я понять не могу. Потом она возвращается, и губерниев у нее спрашивает, ну что там? Она говорит, да ничего, рабочий момент. И я понимаю, что этот рабочий момент связан вот с ней, понимаешь, с нашими. И когда они вышли на помост, то она произнесла такую фразу, ну сейчас мы их проверим, насколько на них можно рассчитывать. Вот я тогда утвердилась в своей понимании того, что что-то произошло. И вот уже после того, как они... Да, еще во время выступления у меня попали мои линзы. Да. Такого никогда не было. То есть у нее обе линзы. Выпаль, а, так. У меня очень плохое зрение. И я не вижу дальше своего локтя. Так, тут там все на автомате же, нет? Вот. Но мне просто сложность в том, что никогда такого не было, не происходило на тренировках, когда мы отрабатываем без очков. Но у меня линзы обычно куда-то закатываются, а потом на середине программы обратно сами по себе встают на место. И я как бы все вижу. Боже мой, так. Для меня ничего необычного. Для меня это абсолютно рабочий момент. Вот. Тут я прыгаю в воду, сажусь на поддержку, и я вижу, как у меня перед носом проплывают мои линзы. Думаю, ну классно. Просто великолепно. Слава богу, Сашу я видела, на него ориентировалась, куда плыть, чего делать. Но просто проблема в том, что очень сложно выразить какие-то эмоции, когда ты не видишь ничего. Еще бы. То есть, в принципе, на трансляции. Судей я не вижу, я не понимаю, куда мне смотреть и какую эмоцию выражать. А вот это было видно? Видно было. Видно я видела, потому что она всегда улыбается там вот просто вот так. И ее улыбка видна из любого места на трибунах. А здесь я вижу какое-то немножко потерянное такое выражение лица. Ну да, рассеянный взгляд, как у любого человека, который плохо видит. Ну не то, что даже испуганно, а именно вот потеряно какое-то. Вот она... А как потом тебя, Саша, просто за руку из бассейна выводит? Нет, ну я там... Ну она близко-близко к нему. Близко я к нему была, поэтому, ну, как бы лесенку-то я видела. Просто мне было обидно, что я не вижу своих оценок. Я смотрю на то, говорю, Саша, там что там показывает? А у него тоже плохое зрение, но не такое плохое, как у меня. И у него линзы не выпали в этот момент. А у него ночные, но там просто тоже сложные истории. Я думаю, что он к вам придет, а потом его спросите, он вам расскажет, почему он там не на делах. Но я его спрашиваю, Саша, что там? Он говорит, я не вижу. Какой у нас замечательный дуэт. Выступил, да, вышел. Чего поставили, бог его знает. То есть вам потом сообщили, да, что вы выиграли. Ну потом на экране мы увидели... То есть, в принципе, если бы свет погас в бассейне, да, был бы примерно тот же эффект. Да, в конечном итоге было бы все равно абсолютно. На автомате в конечном итоге все это откатали. Алла, последний вопрос сегодня. Все, как бы уже схлынуло. То есть ты теперь ко всему тому, что происходит со своей дочерью в профессиональном спорте, ты спокойнее уже относишься? Все, она вышла на тот уровень. Извини, что я в третьем лице, да, просто... То есть Майя вышла на тот уровень, когда она уже профессиональный спортсмен с регалиями, вот золотая медаль, а дальше ее жизнь, ее карьера это совсем ее личный путь, и ты уже можешь немножко расслабиться на этом. Ты твои цели добилась, скажем так, достигла. Да, ну цель у нас, конечно... Понятное дело. Да, да. Мы очень надеемся, что все-таки нам удастся это сотворить, потому что очень надеемся, что все-таки микс-дуэт вставят в олимпийскую программу. Да, вот. Но на данный момент, конечно, ну, а соответственно, что зависит от самой Майи Гурбан-Бердиевой, мы тоже знаем, потому что, если уж она и без линз, если уж она и с партнером, у которого тоже линзы там куда-то уплыли, да, или я не знаю, там, что с ними случилось, даже в такой ситуации, даже за полчаса до того, как начнется выступление, выясняется, что техническую программу... Техническую же, да? Техническую программу надо менять, убирай из нее пять поддержек, да? Или четыре? Нет, ну, три мы поменяли, а четвертую просто не сделали. Ну, как бы. Ну, да, просто не стали. Ясно. И при этом можно все равно стать чемпионом Европы. Это, кстати, видимо, говорит о сложности программы, помимо всего прочего. Если убирая столько элементов, программа все равно остается сложной. То тут добавить нечего, кроме того, что, ну, просто можно продолжать, не просто верить в успех, но на него еще и рассчитывать. И, наконец, последний вопрос, который хотел задать. Есть внутреннее ощущение спокойствия сейчас? Вот в хорошем смысле спокойствия по поводу того, по поводу дальнейшей, ну, скажем так, по поводу сделанной работы и по поводу, ну, там, ближайшего будущего. Мандраж ушел или он по-прежнему присутствует? Мандраж, наверное, ушел, но просто это, я думаю, что за счет того, что я почувствовала вот именно... Ну, дальше в кайф уже. Дальше? Да, да. У меня в кайф было всегда. В кайф было всегда, но сейчас я просто, заглядывая чуть-чуть подальше, я строю планы какие-то в том плане, что сколько нужно работать, какие ошибки исправлять, потому что соперники растут. Ну, уже опыт, опыт. Ну, да, и соперники растут, и нужно пахать, пахать и пахать. А отдыхать-то? Отдыхать? Ну, вот сейчас я отдохну. Завтра мы поедем отдыхать. А, отдыхать все-таки. На море? Да. В Баленсии. Неужели плавать? Нет. Тем более, она море не любит, на самом деле. А, ну, в бассейне там где-то. В бассейне, да, да. Я помню, мы знаешь, когда она лет пять, наверное, ей было шесть, мы начали там ездить в Турцию, только для того, чтобы вот ей дать возможность, потому что уже в том возрасте уже пахота была нещадная. вот, мы ей давали, значит, ну, чтобы никуда не по каким-то там экскурсиям, ни городам, никуда мы выезжали в Турцию, чтобы она могла спокойно отдохнуть на море. Ну, что в итоге, значит, мы с папой... Девочка шла в бассейн и лежала звездой на дне, там, значит, на нее наступали, все там шарахались люди, но она при этом лежала в бассейне, ей было хорошо. Понятно. Я желаю, чтобы как-то отдых оторвался от работы в этом смысле. Ну, во всяком случае, да. Может, в горы. Там бассейна не будет, да. Я сама пытаюсь как-то мысли свои немножко опустить, но нет, у меня бассейн, бассейн, бассейн. Ну что, посмотрим, что будет дальше. Спасибо вам, дорогие, что пришли. Это было замечательно. Теперь, наверное, еще небольшое количество людей будут знать о том, не только как стать большим спортсменом, но еще и как воспитать большого спортсмена. Алла Имаев-Гурбан-Бердеева, чемпионка Европы по синхронному плаванию, ее замечательная... Двукратная. Двукратная чемпионка Европы по синхронному... Извините. По синхронному плаванию, и дай бог, естественно. И дальше, ну, и ее замечательная мама Алла, прекрасный режиссер, с которым очень многое пройдено, ну, а теперь просто, которая режиссирует судьбу своих замечательных детей, чему можно только порадоваться и подивиться. Скажем так. Спасибо вам большое. Ну, а мне остается только попрощаться и сказать вам о том, что наши эфиры не только продолжаются, но и вас ждет очень много сюрпризов. Причем сюрпризов и примерно таких же, как вот вы сегодня имели возможность и удовольствие наблюдать. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Александр Кузмак. Счастливо. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова